Всем привет! С вами Ян. В этих видео мы будем разбирать торговую систему двойного канального диапазона и уровни шпаргалки трейдера, которые дают нам полноценный анализ и точки входа, а также выхода из рынка. И самое главное, дают понимание того, где находится цена, какой в данный момент у нас присутствует тренд, растущий либо падающий. Сегодня мы разбирать будем пример именно по валютной паре доллар-франк. Начнем именно с того, что такое уровень. У нас есть два важных уровня, которые помогают определить направление движения цены в дальнейшем. Эти уровни очень важны. На этих уровнях цена очень часто задерживается, отбивается от них. Наверное, процентов 98-99 вероятность того, что цена, дойдя до этого самого уровня, от него отобьется. Либо, если она его пробивает, она сделает повторный ретест обратно к этому участку. Тем самым вы можете даже на этом зарабатывать. Но сегодня речь немножко о другом, а именно о том, как формулируются правила данной торговой системы. А правила просты. Если у нас цена находится в данный момент времени под уровнями H1, это вот такая вот нижняя, менее жирная черта, и H4, более жирный уровень, то в этом случае мы ищем только продажи, то есть тренд падающий. Если цена находится над уровнями H4 и H1, например, вот здесь, то в этом случае тренд поменялся, и мы разбираем поиск только покупок. Если цена находится в серединке, между уровнем H4 и H1, это значит зона неопределенности. То есть цена еще не сформировала свое окончательное направление и может двигаться как вверх, так и вниз. Следовательно, вот в этом диапазоне мы можем искать и покупки, и продажи. Здесь нам однозначно только интересны продажи, цена находится выше уровней, мы ищем только лонговые сделки. Это первый элемент торговой системы. Второй элемент именно то, где входить в сделку. Ну, вариантов много, самый простой вариант это использование стратегии канального диапазона, двойного канального диапазона, которая позволяет нам определить очень хорошо точку на вход. Для того, чтобы нам нарисовать канал, мы что делаем? Берем FIBA канал и вот таким вот образом его накладываем. Причем стараемся делать так, чтобы по всему периметру данного канала у нас были так называемые опорные точки. То есть цена касалась этого канала сверху и снизу, тем самым давая нам более значимые уровни поддержки и сопротивления в рамках этого падающего канала. А значит, как строится этот канал? Нажимаете правой кнопкой «Настроить», переносите FIBA канал именно в панельку на терминал, после чего в свойствах ставите параметр минус 0.43 и минус 0.46, остальные значения удаляете. И у вас будет вот такой вот симпатичный канал. Значит, канал мы выстроили. Далее нам необходимо воспользоваться правилом двойного диапазона. То есть мы берем, расширяем данный канал на две части. И правило гласит, что при пробитии нового канала у нас цена, как правило, уходит на двойную ширину. Это правило срабатывает не всегда, но опять же в процентах 80-85 случаев оно отрабатывает прям удивительно точно. То есть цена, если сейчас пробивает данный канал, уходит наверх, она у нас отрабатывает верхнюю границу. Здесь необходимо помнить то, что, естественно, есть какая-то погрешность, и именно за эту погрешность отвечает так называемая область шума. Вот это первая треть данного канала, вот она. В этой так называемой области шума мы не работаем, потому что даже при пробитии канала, канала ведь мы строим приближенно, у нас должен быть какой-то запас, запас прочности и запас именно на погрешность. И именно вот за эту погрешность отвечает как раз первая треть данного канала. Таким образом, при пробое области шума мы можем искать сделки на покупку с целью именно верхней границы нового канального диапазона. Но здесь необходимо быть более внимательным, потому что все-таки основное направление задается положением цены относительно уровня H4. Уровень H4 гораздо более важен, чем H1. Поэтому, если работаете на покупку, скажем так, против основного тренда, в этом случае вы уменьшаете свои объемы по отношению к вашим базовым где-то в 2 и в 3 раза, для того, чтобы ваши риски не выходили за какие-то существенные рамки. Это что касается покупок. В этом случае здесь мы откупаемся, здесь мы фиксируем нашу позицию. Если мы разбираем поиск продаж, то нам необходим канал именно растущий. Давайте попробуем нарисовать канал вот на этом вот самом диапазоне. В этом канале у нас присутствуют, опять же, хорошие опорные точки по всей длине данного канала. Канал у нас закрытый, то есть она прошла как снизу, так и наверх. Закрыла фактически верхнюю и нижнюю границу. Формировала хорошую область поддержки и сопротивления. После этого мы рисуем новый канал. Вот таким вот образом. Далее правило звучит следующим образом. При пробое данного канала вниз, пересечении области шума, мы открываем позицию на сел с фиксацией прибыли нижней границы. А если же у нас цена после того, как пробивает данный участок, уходит дальше наверх, то у нас есть готовое решение для того, чтобы даже вот эту, скажем, казалось бы неправильную сделку, то есть цена уходит не в нашу сторону, уходит сюда, закрыть в плюс. Даже на этом участке мы можем закрыть ее в плюс с вероятностью примерно 95-98%. У нас сделка отработает в плюс даже вот на таком, казалось бы, губительном движении. Цена открывает нам продажу на этом участке и потом двигается наверх. Как это сделать, я расскажу в новом видео уже завтра. Смотрите внимательно, ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. Торговая система очень действующая, очень рабочая. По ней я работаю уже два года, работают наши трейдеры. По ней тоже очень большое количество времени. Потрясающие результаты, поэтому потихонечку будем двигаться именно к основам данной системы. Вы все узнаете. От вас необходима активность, ставить лайки, писать комментарии. По уровням давайте я вам еще расскажу. Значение уровня А4 0.9823. И уровень H1 0.9722. На этом все. Увидимся в новом видео уже на этой неделе. Всем пока.